В Польше умова о праце это трудовой договор, который предусматривает самый полный социальный пакет сотруднику компании. Оплачиваемый отпуск и больничный, оплата сверхурочных по повышенной ставке это не весь перечень преимуществ этого вида контрактов. В Польше зачастую иностранцы живут достаточно далеко от своего места работы. Кто-то добирается на своем автомобиле, кто-то пользуется общественным транспортом, но в любом случае ежемесячно на дорогу уходит немаленькая сумма денег. Некоторые работодатели компенсируют затраты на дорогу своими средствами, если это прописано непосредственно в трудовом договоре. Однако на законодательном уровне эта обязанность за работодателем не закреплена. Если работодатель не возвращает деньги, потраченные на проезд, сотрудник имеет право на налоговый вычет. В этом случае из налогооблагаемой базы будут вычтены расходы на дорогу. Простыми словами, работник будет платить меньше налогов. Размер налогового вычета может быть 250 злотых в месяц, если работник живет в том же городе, где находится рабочее место. Или 300 злотых в месяц, если работник приезжает на работу из другого города. Если сотрудник, который добирается общественным транспортом на предприятие, тратит больше денег, чем установлено законом, то могут учитываться фактически понесенные расходы. Но их нужно подтвердить. Документально, например, индивидуальным проездным абонементом. Чтобы применить налоговый вычет, работник должен подать соответствующие заявления работодателю. Ощущение процедника для целов стосования подвышенных коштов узыскания пшеходов. Либо нужно указать основания для вычета при подаче годовой декларации о доходах ПИД-36 и ПИД-37. Кроме того, согласно польскому законодательству, сотрудник, работающий на умове о праце, имеет право на компенсацию стоимости очков или линз. При этом должны быть соблюдены два условия. Время работы за компьютером не менее 4 часов в день. Наличие медицинского заключения о необходимости ношения очков или линз обычно выдается во время профосмотра. Компенсацию выплачивает непосредственно работодатель. Законом не установлена конкретная сумма возмещения, поэтому ее размер на разных предприятиях может отличаться. Если установленная сумма неоправданно маленькая, работник вправе подать иск в суд на возмещение ущерба, полученного в результате работы за монитором без очков, который выписал врач. Для получения компенсации нужно подать работодателю соответствующее заявление, медицинское заключение о рекомендации носить очки, либо линзы, а также квитанцию или счет на очки, либо линзы. Информацию для вас подготовил сервис быстрых и надежных денежных переводов TransferGo. Чтобы сделать перевод перейдите по ссылке в описании этого видео. Если это видео было полезно для вас ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Здесь вы сможете быстро найти необходимую вам информацию.